итак вот этот вот костюм в красных стразах помните она песня песня бич а макао она этот вот сейчас еще вы говорите что не знаете даже кэт все вы знаете до джекет героиня нашего сегодняшнего выпуска потому что накуралесила она конечно наворотила делов за последние месяцы и уже обвинили в сатанизме связи с неонацистами белыми супрематистами в том что она ненавидит своих фанатов и в куче всего еще а вы думали что вы за этот месяц устали ребят она гениально умеет создавать мемы потому что наверняка вы видели вот этот вот лук в корове где она поет что она корова или кошечку с мэтт гала а когда она давала интервью и не разговаривала и курила вейп ее за это обвинили тоже конечно в непристойном поведении надо делать целыми днями знаешь можно и пообвинять или например ее лук стул который был ее шляпой а потом она на нем же и сидела или когда она была в платье тома брауна и такая блин я выгляжу как червяк обожаю ну и конечно дьявольский лук тот самый красный в этом году у dodgy cat вышел альбом scarlet и это вызвало невероятное количество новостных поводов скандалов но при этом она гениально создает мемы и возможно это все огромный мем что таится за крикбейтными заголовками свобода сатанизм прикол промо-акция узнаем даже быть звук такой за фоном рептилоиды демоны и иллюминати сегодня все это передачи декоберы когда 10 неправильно сказал бы все больше и больше становимся утренним шоу на mtv он корова я чертенок друзья с вами таня старикова и даде трабун и шоу decoders и сегодня наша тема doja cat погнали секретный материал амала ратна занделе амала ратна амала как омолаживающий типа амала ратна занделе дламени настоящее имя doji cat которым ее лучше не называть судя по всему потому что недавно какая-то фанатка так не обратилась и doji сказала же знаешь что удаляя лучше вообще все свои соц сети при этом если честно сама себя doji cat может называть амала дламени и например для артов для своего клипа последнего она делала картины и подписала что это артворк созданный амалой дламени в своем аккауте doji cat знаешь work life balance немножко разделила похоже на то на самом деле она очень не любит когда в ее личную жизнь лезут так вот для нас она doji cat doji это сорт марихуаны и смеюсь я не потому что я сейчас с ним как-то связано а к это это животное мяукающее домашнее мяукающее животное и она просто любит траву и любит кошек в чем еще искать глубокие смыслы не здесь они дальше родилась даже как у мамы художницы бабушки художницы она родилась у мамы и бабушки да очень близко многим людям россии действительно но с отцом там непонятно что какая-то мутная история да потому что даже как это вроде говорит что у нее нет отца а да но при этом есть интервью ее отца где он говорит что у них все отлично они вот так общаются с ассуга из-за чинс и стул вот вкус сейчас дать и час кузов на улице мебель и самкин голова часту посту дейча динсторис ты пудли туда листы там виду она пирсу мачпаде смогли эндин ванде шукаму и ваннус или тетя певица короче это было очень творческое пространство творческая реальность творческое детство да еще что кажется особенно сильно повлияло на то как вообще сейчас знаешь образно мифологическим мысли доджа это то что большую часть детства она провела ваш раме в духовном доме а шрам это типа дом как бы где живет как община я это себе представляю который занимается индуистскими какими-то практиками йогой медитациями пением супер популярна в сша на самом деле да ну откуда вообще все хиппи пошли в 60-е годы таких ну не именно ашрамов но огромного количества таких маленьких сообществ которые жили и были или маленькими сектами или большими это можно считать секты ну наверное мы не будем обижать наших друзей которые исповедуют индуизм но так или иначе это какое-то такое маленькое духовное сообщество это прямо вот именно религиозный да абсолютно там она не индуистка это просто индийские духовные практики а вот эти йога танец как харатьян называют гардоварины там она научилась контролировать свое тело медитировать потом это все переросло в то что она начала очень много заниматься танцами например и занималась всеми видами танцев балетом чечеткой джазом брейк-дансом есть очень классные видосы где она участвует в dance battle и при этом всем она говорит что у нее не было детства она даже из школы ушла только детство у нее и было вообще у нее диагностировали сдвг и она в общем покинула школьный диагностировали сдвг в моем детстве и я бы попросился выйти из школы я думаю мне дали бы подзатыльник и обратно послали школу есть такое ощущение но я кстати я рад за нее я рад что не было по-другому но она как-то да она короче очень творчески сформировалась и из-за того что у нее вот такая вот творческая семья и она много занималась осознанием там своего тела на очень круто танцует да она офигенно танцует у нее офигенное чувство ритма и когда она ушла из школы собственно что она начала делать начала записывать музыку на в гараж бенде просто сидел за компьютером короче который я всегда удаляю со своего телефона когда они обновляются снова потому что это самая бесполезная фигня всегда гараж бэнд первому летает она на нем карьеру сделал да еще вот после создателя этого приложения 2 человек который смог сделать и она очень классно работала со стримами помните перископ вот это вот видите помните перископ и она вела стримы в которых она писала музыку то есть ты мог наблюдать за ее процессом это очень прикольно потому что она не старалась сильно это делать то есть она как бы просто сидела дома и включала стрим мы уже живем давно в таком времени где люди растут онлайн и находят постепенно своих но даже это не твои какие-то фанаты сначала просто люди которые которым которым интересно что ты вообще делаешь нечего делать как и тебе но у тебя с двг а у них что-то другое возможно а у них лень а у них лень и вот мы нашли друг друга она снимает стримы шутит что-то там делает а ее просто люди смотрят и она была очень смешная как и сейчас просто теперь все за это теперь шутки стали сложнее да а тогда это было легко и вот свой первый ну почти уже хит сэй хай блин я почему все хай все нормально сэй соу сука также вообще звучит это что-то на китайском сэй соу соу хай и вот свой трек соу хай она записала как раз во время стримов короче она сделала ипи он такой достаточно беззубый что ли наверно очень приятный мелодичный такой слегка музыка из примерочной зары знаешь мне кажется что важно что что вообще в таком раннем творчестве доджи есть то что она просто ну делает поп-музыку там доджи нет самой вот у которой мы сейчас знаем да в этом очень мало правда образа то есть она не такая незапоминающаяся была просто какая-то поп-певица вот но она начинает работать на лейбле доктора люка доктор люк приложил свои ручонки к песням бритни спирс аври лавини кэти перри да миловато кеши а леди гага леди гага это леди гага в двенадцать ноль ноль премьера клипа но мы же мы реально сублимируем что больше нет мтв просто я всю жизнь доктор люк известен своим судебным невероятным долгим разбирательством с такой артистка кеши если вы помните была такая и тем что вот все те кого я перечислил в разной степени жесткости высказывались о том какой он плохой человек да но тоже как продолжает с ним работать и это довольно интересная штука потому что доджи кэт вообще неоднозначная во всем и вот мы сегодня честно у меня я очень комплиментарно как бы отношусь доджи кэт знаешь у меня общее ощущение пока от нее как от слегка сумасшедший подруги который ты уже готов простить потому что ну уже столько лет знаком и знаешь ну типа боже ну что ты там опять накосорезила почему-то в милиции когда у тебя такая подруга и там подруга что-то рассказывала такая и и другая вторая такая все нормально но доктор люк там я не знаю насколько он сильно плохой человек но как с лейблом работать она начала активно причем сначала она значит записывает альбом амала если вы внимательно смотрели начало этого видео то вы уже знаете отсылка к чему это название амала рад на зан деле это очень глубокая ссылка это очень ну это сложнейшая но нужно как-то осознать и она снимает клип на собственную песню so high и сразу же ее начинают обвинять в культурной аппроприации в использовании вот этих вот символов хинди и вот этого всего она всего лишь использовала то что было вокруг нее в детстве что является ее культурной идентичностью у меня ощущение что у нее есть какое-то врожденное умение сделать так чтобы они говорили то есть любые вещи которые она делает они как бы автоматически маркетинг понимаешь вот потому что ну честно много же было клипов и музыкальных видео до этого которые использовали так или иначе какие-то и ну там индийские символы диску культуру но именно вот так вот с типа с такой сексуализации с тем всем таким прочим из такой темы потому что это соухая песня правильно же только она и все-таки у мнение так нельзя но она сделала и первый альбом а мало он был такой тоже ну вот правда мне хочется выбирать бежевые штаны под такую музыку и думать бежевый вот со стрелками лучше или вот все таки без стрелок лучше и она это вот просто звучит где-то на фоне они очень похожи друг на другу но очень приятное и альбом выходит достаточно быстро она работает над ним и жалуются что ну короче человек начал работать с лейблом и человек начал работать человек в школу не пошел что-то там записывал стримы теперь альбом теперь альбом короче у нас был шарлот вот с такой же истории типа о боже это мне что-то надо писать песню по сроку по какому-то а я мне нет еще 3 пил помнишь там был тоже скандал потому что блин большой лейбл заставляет меня вообще работать но вот короче даже как видите у нас болит и в общем написал альбом и молодец но он как бы не сильно прям выстрелил и лейбл не очень-то сильно активно им занимался и уже после его выхода он вышел в марте в августе да простите что перебиваю просто вот таких вот альбомов молодых поп-певиц их миллион если вы посмотрите на эту обложку если вы посмотрите на это глубокое название с отсылкой то вы поймете что ну реально каждая певица делает такой альбом но даже стало скучно в какой-то момент и просто в обычный августовский день она решила записать песню му потому что опять же сидела в стриме они там что-то разгоняли и она такая бич а ма кау просто берет и пишет значит за несколько часов песню про то что она корова вообще вот это бывает но вообще там уже немножко начинают быть заметным что и нравится тоже играть словами то есть ну как рэп-артистки да господи какие там игры словами мумяу например мне понравилось то есть я сразу заметил нужно быть учеником учителем начальных классов я тогда надо сказать что это довольно прикольно чем отличаются как раз все те самые тысячи до артисток которые выпускают свои альбомы именные с обложками тем что они не могут смеяться над собой внезапно вот человек работал работал но вот именно вот эта вот херня выстреливает сразу на миллионы просмотров это еще не тик ток это начало это youtube и я вот мы пока собирались вспоминала где ребята пишите в комментариях когда отвалился ноготь я приклеила есть вот такое правило у всех кто занимается какой-то креативной деятельностью если вы например фотографируете что это вот вы отфотографировали как надо было сделать еще несколько снимков наплевательски да просто чего-нибудь сильно прям поменяйте уже вы все что нужно было отфоткали или там не знаю какие-нибудь уроки мэйка уже отсняли все теперь испорти этот мэйк как-нибудь смешно что-нибудь поэкспериментируй с ним и вот по факту это то что сделала даже к этому уже был альбом и она просто такая сучки я корова я не кошка я корова и ровно это то что получилось в итоге лучше всего потому что отпустила дедлайны и какие-то ожидания ну еще какие-то знаешь вот эти вот творческие амбиции потому что бич а мэкау никакой творческой амбиции там нет это просто прикольно это заедает но ровно именно это в итоге сделал ее звездой потому что всем понравилось лейбл такой вау так будем еще хотим давать еще одна сразу же записывает еще театом пола песня про ее грудь который она сравнивает с двумя девочками на близняшками моделями с большой грудью в итоге вот эти вот треки входят в делюкс версию ее первого альбома и собственно эти эксперименты показали тоже что нужно делать дальше и она забирает себе эту нишу песни мемы да лейбл на самом деле этого доктора люка это такого гиганта до поп музыки который очень неоднозначный персонаж примерно такой же неоднозначный как сейчас dodgy cat вообще о докторе люке ходит очень много странных слухов и самое главное все началось конечно с его истории с кешей певицы кешей который обвинил ее в изнасиловании обвинял его в моральном абьюзе обвинял его в том что он заставлял ее делать то что она не хотела делать в творчестве в том числе и вот тут мы начинаем постепенно переходить на темную сторону потому что то что все ну слушай эти песни наверное ладно хорошо короче представь себе выходит песня кеши который называется да янг так эту песню естественно продюсирует доктор люк эта песня конечно же сопровождается клипом в котором бесконечное количество масонских иллюминатских злодейских всяких сатанинских символов и в этот момент в сша происходит очередная серия школьных шутингов школьных убийств школ и конечно люди слушатели соединяют песню да янг ну да когда ты вот по радио да она очень популярна естественно почему потому что у нас продюсер талантливый и предъявляют претензии кеши какого черта ты вообще такую песню записала почему ну это плохо да это плохая песня и кеша говорит меня заставили тот самый доктор люк заставил и дальше происходит череда невероятно жестких страшных событий о котором мы чуть-чуть поговорили про судебный процесс про изнасилование все такое прочее а дальше кеша выпускает еще одну песню уже сама которая называется dancing with the devil и это создает вот эту череду слухов и череду обвинений доктор люка в том что он иллюминати и сатанист и соответственно если доктор люк иллюминати и сатанист а доджи кэт продолжает с ним работать ну явно там что-то нечисто пока мы не ушли сильно в тему сатанист и иллюминати я предлагаю записать интеграцию растения психологи курсы японской каллиграфии доставка еды может это запросы людей 4 утра не знаю что если нет дуров тут ни при чем здесь должна быть какая-то другая связь между сайтами может быть вау точно думаешь о том же о чем я заказать пиццу да нет же о том что все это работы учеников школы дизайна контента точно как же мы сразу не догадались заказать пиццу то и про контента да нам нужно всем рассказать об этом подожди нужно сначала самим проверить точно я пойду на разработку компьютерных игр и сделаю игру decoders так где kanye west будет перепрыгивать общепринятые нормы морали а ты пойдешь на разработку сайтов и сделаешь нам сайт где у каждого будет личный кабинет обитый кожей деревом класс мы разбогатеем только никому не говори держи язык за зубами так идите сюда пока даня не внес свои правки в монтаж я все-таки должна вам рассказать потому что это может вам очень пригодится в онлайн школе дизайна контента сейчас новогодние скидки и по промокоду decoders скидка на курсы до 60 процентов а в контент это очень крутые курсы там 10 разных направлений дизайна и например вот эти работы сделаны учениками в рамках курса x уай дизайнер там учат разрабатывать дизайн интерфейсов приложений как куда какую кнопочку поставить чтобы прям хотелось ее нажать и в процессе обучения студентам дают брифы от крупных компаний типа озон и поэтому в конце обучения у них есть портфолио с реальными брифами а еще вы получите два курса в подарок курс по нейросетям и курс английского для дизайнеров все я больше не могу говорить я всю остальную информацию оставлю по ссылке в описании у доджи после первого альбома начинается полностью новый виток карьеры она становится мемом она начинает давать очень смешные интервью где она записала песню про попы и дает журналисту по послушали у нее разговор да с музыкантом классической музыки который такой про что еще раз песня и выходит ее второй альбом сразу да она по палеточке пошла типа жарко розовый а ты хочешь сказать что вы реально уже тогда понимала что идет в сторону кроме но я думаю что она просто она уже тогда понимала что она идет в сторону красного о май гад просто последний альбом scarlet спойлер переводится как алый вот поэтому hot pink уже нормально 2019 и там очень много хитов там сей соу лайк дат просто хитяра стрит вот этот вот грёбаный с пучок но это который клип на что надо собственно tick tock одно дело написать один такой альбом но она написала еще один такой альбом свой третий он называется planet her там хиты там фиты сказать что это еще и концептуальный альбом там планета доброты это вообще да конечно это планета доброты все разные жанры но это самое главное что и такой достаточно феминистский альбом это планета вокруг которой все крутится планета женская слушай ну во первых это не уникально уже сейчас ты имеешь ну да ну а слушай это какой-то 2021 год феминизмом удивить решила у нее там классные фиты настолько классные что фит сарианой гранды ты возможно вот слышал только потому что это этот выпуск готовил он вообще неизвестный это правда когда у тебя фит сарианой гранды на альбоме просто и это совсем не та dodgy cat а из-за которой мы начали этот выпуск вот потому что тогда это просто были tick tock хиты на все эти песни были на мейкап видео когда ты значит в себе рисуешь какие-нибудь необычные ресницы и ты их все эти песни слышал но сто процентов вы не ассоциировали их в одного человека что вот это вот певица вот который следи гагой на самом деле когда она только появилась у меня лично была такая же проблема потому что я не могла запомнить как она выглядит из даже к это как будто бы тогда вот была такая же проблема что это четко хиты прям каждый второй трек но не складывается в общую артистку при том что она супер талантливая очень круто танцует и очень круто поет да все так и как будто бы вот начиная с этого момента dodgy стала разочаровываться немного совсем не в себе а в людях которые ее слушают да но вообще представляете что вот когда начинается такой виток карьеры когда миллионы людей сотни миллионов прослушиваний реально миллиарды просмотров тик токов с твоими записями и у нее появляется куча фанатов и не все из них понимают прикол и соответственно те кто прикол не понимают они начинают искать старые твиты и естественно значит находят что-нибудь и потому что тогда совершенно иначе люди выражали свои эмоции в сети но это классика да на самом деле помнишь на нашем выпуске слил на секс его тоже обвиняли в том что он когда-то там давно написал какие-то твиты и так далее тут точно такая же история доджа писала твит удаляла твит но у нее был какой-то назовем это гомофобным твитом потому что сейчас мы уже зафиксировали что слово на букву f является гомофобным в английском языке словно букву п соответственно в русском и доджа в своем твиттере это использовала она как бы так легко разбрасывалась и она начала извиняться очень плохо потому что она такая да блин джо вы я это вообще нормально написал что я же не серьезно ну и все-таки вот это извинение сейчас было но мне нравится извинение которое звучит примерно так да я 15 тысяч раз уже сказала это слово ничего плохого не было не было все нормально никто не умер ой а потом случилось короче у нее вышел сей соу это хит она счастливая и тут значит появляется новость про то что она поддерживает белых супрематистов что она в какой-то типа чат рулетки короче на всякий случай белые супрематисты это как в россии сказать что ты поддерживаешь нацистов но по факту да да насколько я понимаю формат этого общения их это типа чат рулетка то есть она просто форуме с людьми рандомно разговаривает снимает себя на видео в этот момент развлекается человек и пора переставать и она там использовала n-word и вообще раздевалась и вела себя не супер благопристойно да ну в общем то это как бы и она так устроена это ее личность но проблема в том что люди как всегда все переврали или медиа все переврали то что по факту она говорила n-word только про себя по моему нет говорила она она говорила она может если у нее темная кожа она может говорить это слово но ты знаешь это вас сейчас тоже как бы камень у вас например сказал что он будет переставать это используется они в сказал что евреи управляют миром нет лучший пример для того чтобы привести что он правильно я согласна адидас раз торг с ним сделку на миллиарды долларов из-за того что у нас начинается другого я не об этом я говорю про то что есть сейчас дискурс что наконец-то как бы что это тоже плохо что это типа мы взяли уже это слово под свой контроль все давайте теперь мы его будем искоренять потому что логика запрета другим нациям говорить n-word в том что теперь это слово наше мы будем решать как его использовать все они как бы его уже забрали уже вроде все это поняли поэтому теперь следующая стадия которая должна логично начаться что типа они тоже перестанут использовать это травмирующая их исторически слова все понял хорошо молчу она как бы такая типа я учтого это тебе но они парятся просто да ну как бы как я понял но как бы наверное когда ты становишься большим артистом нужно по неизбежно да кто-то такой типа алло алло этика да да я согласна что новости сильно это все переврали потому что значит она использовала n-word пока тусила с другими людьми в чате превратилась в она разрешает другим людям называть себя n-word потом другие люди превратились белых супрематистов хотя там в целом но это просто театру летка реально тусила перри превратился в раздевалась и получается тоже кэт раздевалась перед белыми супрематистами в российском чате пока те называли ее n-word ну как бы не совсем так это было по-другому но вот тут в этот раз доджа научилась уже извиняться там кто-то появился у нее советник она даже выложила 98 дублей с извинениями это значит что она умеет извиняться или что у нее наоборот не очень хорошо получается или значит что она даже из извинений делает станд трюк знаешь какой-то пранк боже но но это неплохо это просто как у нее голова устроена не может просто какие-то записывал меня тоже 98 дублей но ты их не выкладываешь и ты не была обвинена в том в том что в том что насмехаешься над чьей-то смертью господи мне честно говоря кажется что это самый это тот самый человек в котором мы уже начинаем спорить с тобой потому что тут правда ты сам с собой споришь ну типа ты в какой-то момент такой дела я не могу я не могу потому что однозначно они я не могу однозначно ее воспринимать потому что понимаешь как и в случае слил на секс я ну просто это люди реально из одного как бы как сказать с одним подходом этот один подход он неплохой нехороший ты просто реально из всего делаешь мем ты не можешь нормально извиниться хорошо это не про то что нет не про ну да это же по факту очень близкий нам понятный пример это чел который делает музыку в целом иногда очень хорошую но он по факту делает из всего мем уже очень сложно его отделить от этого он творит полную херню я испугался что мы сейчас будем потихонечку подходить к интеграции твинби боже извини все да и ты же понимаешь адекватно что он делает полную херню за которую не ни одного другого исполнителя никто бы не простил на все так а его как бы прощают потому что ну это же шутка признанным агентом кстати я должна была там в какой момент звездочку поставить да мы кстати не можем распространить его песни теперь блин а нам так хотелось пока пораспространяем даже и между прочим у них еще есть один хороший мостик отношение к фанатам потому что он же всегда их называл ублюдками если ты помнишь и у дожи постепенно такое же такая же тема потому что у нее появился естественно фан-клуб совместно с доу-джи-кэт они в твиттере выбрали название китнс потому что она же доу-джи-катт как монстрс у леди гаги типа котята очень мило но потом она сама же вкатила им за то что они выбрали такое тупое название и что вообще им всем нужно бы заняться своей жизнью ну она как я понимаю была в плохом настроении в этот день да и вот это конечно я хотелось бы обсудить потому что мне кажется что база фанатов это твоя ну во-первых репутация во-вторых опора условно когда на Бейонсе начинает кто-нибудь что-нибудь наезжать сразу же приезжает или не дай бог ты букву перепутаешь в имени или фамилии какого-нибудь из BTS на тебя налетает это кстати поэтому мы еще не сделали про BTS реально из-за фан-базы которая отстаивает каждое их право моргнуть ресницами так как они хотят а она откидывает от себя сама этих людей после того как вот случился этот скандал в трэц когда она по факту открестилась от своих фанатов сказала короче отстаньте от меня делайте что хотите и там прямо ее фан-клубы писали что кажется мы сейчас будем закрываться потому что мы не понимаем нам даже кажется что сама тоже кэт не любит то что мы делаем и тогда зачем это делаем мы столько времени тратим на эти видео где мы и вот и следующий ее лук потом по сути это некое такое новое поколение артистов и оно пытается как-то по-другому существовать и жить и в том числе относиться к своим фанатам тот момент когда значит были какие-то демиурги боги да и у них были фанаты которые были готовы на все но это время на самом деле прошло типа Майкла Джексона вот такой типа Майкла Джексона даже в моей юности артисты уже про это говорили на самом деле я не просто так не первый раз упоминаю стэн ну Эминема песню это такая первая большая рефлексия от артиста с мировым именем типа вы сумасшедшие если вы так себя ведете такие фанаты возможно не нужны я не знаю видел ты или нет но я вчера открыла для себя видео которое она недавно выпустила у себя на канале где она сама у себя берет интервью две недели назад ты не видел? нет не 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 видел это восторг короче она здесь в образе Скарлетт вот этой вот окровавленной женщины из которой как будто бы сняли кожу из фильма Керри последний ее альбом и она берет интервью у самой себя и это такое мета она вернулась к своим мемам ты видишь какой прикольный монтаж что как будто бы вырезали часть ее речи да 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 что типа вот так работают медиа ну и поклонники тут был вопрос что тебе дало участие в иллюминате она такая дают бесплатный сыр необычно как будто она знаешь иногда напоминает про то что йоу я человек меня оскорбляют очень многие люди в комментариях меня оскорбляют интервьюер по факту она вот этот вот последний свой трек attention мы еще про него поговорим как раз об этом говорит не то что вы меня сильно любите вы какого-то внимания от меня просто хотите что вот это вы типа поэтому мои фанаты и медиа тоже нужны просто вот такие инфоповоды потому что когда она писала просто музыку это никому не было интересно и когда она рассказывает в своих стримах что у нее все в порядке с ментальным здоровьем это никому не интересно что-то и это это так как The second that I get to feeling like I'm free and I feel cool, motherfuckers are like, you're not good, you're not okay. But I'm like, I'm chill and like I really, I want you guys to not be, if you really have, you know, love for me and you really are concerned about me, I do want you to know that like, this isn't like a cry for help or an issue of any sort. This is just me having no hair and I'm still the same me. А как только она бреет голову и брови, об этом сразу все начинают говорить. И обратите внимание, что мы сами по факту сделали так же, когда она просто писала хорошие хиты, и нам писали люди, сделайте Домджи Кэд. Мы думали, да что тут больно декодить-то? А когда она начала вот эти вот все свои иллюминати процедуры, так это называется, УФГС, иллюминати? Да, конечно, господи, это термин, его все используют. Томография. Я иду сегодня вечером на иллюминати процедуры, там дают бесплатный сыр. Именно сейчас видно, что она художница. Вот я пока ты говорила, вспомнил, что вообще-то Канье, он же учился в колледже искусств. Да. То, как себя свободно, странно он подавал, и подает до сих пор, окей, ладно. Чем-то похоже на доджу, которая провела детство в максимально творческой атмосфере. С джазом, медитациями, ашрамом, калтрейн и все такое прочее. Идертони, харатьяном. Да, и как будто бы на это можно посмотреть, короче, просто как на певицу, которая еще суперклассный маркетолог и умеет в мемы, но еще как на современного художника, который просто существует в реальности, в которой никто его современным художником не считает. И все говорят, да это тупо мем, блин. Окей, хорошо, ты готов нырнуть в обсуждении того? Пожалуйста. Доши Кэт уже все-таки мем или сатанистка? Мне кажется, я даже не совсем вполне понимаю термин сатанистка и что это значит. Условно, я понимаю, что они там все начинают идти вот в иллюминате, в масоны, как только ты становишься звездой, тебя там сразу посвящают в эти вот все обряды. Но что такое именно быть масон, быть сатанисткой? Во-первых, это же абсолютно разные вещи. Их просто соединили вместе. Но вообще масоны это просто светские клубы, которые отличались от религиозного всего вокруг. И поэтому они вызывали ощущение опасности для общества. Это масоны. Они не были сатанистами и вообще по факту не являются. А сатанисты это уже... Люди, которые преклоняются сатане. Да. Совершают определенное количество ритуалов, все такое проще. Нам нужно писать какой-то дисклеймер, что мы осуждаем... Сатанизм, подожди. Сатанизм запрещенное, скорее всего, в России. Если не сейчас, то буквально в четверг. Если не организация, то, ну, поставьте какое-нибудь слово там. Осуждаем категорически. Но я собрала для тебя все аргументы, чтобы доказать тебе, что ДОЖа реально очень странно себя ведет. Я категорически стараюсь сохранить здравый рассудок. Я вся такая, значит, ни во что не верю. Вот в это вот недоказуемое. И пока они мне не объяснят, где конкретно Бейонсе там кого принесла в какую жертву, я не поверю, что она иллюминати. Но зачем? Они все время используют вот это вот все, за что они знают, что как только они сделали вот такой треугольник, показали глаз, и вот это вот все, их сразу начнут об этом допрашивать. А они, тем не менее, выступают со всеми этими рогами, со всеми вот этими символами на этой гребаной шахматной доске с арками-треугольниками. Сука, я больше уже эту символику я везде вижу, потому что мы копнули в эту там много лет назад с Бейонсе и с Джей-Зи. Не в смысле втроем, а в смысле про них. И до сих пор я это все время теперь везде вижу. И тут ДОЖа Кэт решила отметить свой день рождения. Друзья, тусовка выглядела вот так. Посмотрите на торт. Все-таки я хочу сказать, что это тематическая вечеринка в стиле фильма с широко закрытыми глазами. Которые, видимо, в свою очередь... Ну, которые в свою очередь отсылают к тайному обществу, но тем не менее. Че, у нас тематические вечеринки запрещены теперь? Во-первых, еще до этого дня рождения, которое, как бы, вот такой водораздел, когда все начали ее осуждать в заговорах. ДОЖа, в принципе, достаточно странно себя вела часто. Знак анархии, значит, на волосах. Она в одной из своих песен пела, что она рептилия с этими линзами-глазками. И клип с The Weekend'ом, You're Right. Она там на шахматной доске, как надо, стоит с весами. На одной чаше весов сердце бьющееся, на другой – деньги. Это все очень похоже на ритуалы конкретные, ну, то есть в разных культурах. Мне кажется, что это просто символизм. Ну, вот ты рассказываешь, что в этом сатанинского или скрытого. Во-первых, в этом даже ничего скрытого нет. Весы, на которых, с одной стороны, что там? Сердце, с другой стороны, бабки. Блин. Да там точно замешан сатана. Хорошо. А вот этот вот прикол с публичным унижением. ДОЖа Кэт бреет голову, брови в прямом эфире. Это уже люди считывают как публичное, значит, процесс публичного унижения. Который является ритуалом. Посвящением в Эллиминате. Вот помните эту историю с Тейлор Свифт, когда Кэнни Уэст не дал ей спокойно получить награду, выбежал, сказал, что это должно было отдаться Бейонсе. И это же тоже считается, что, типа, это ее обряд посвящения был. Она как раз была в серебристом платье, а потом была в красном. Все сходится. И после этого она стала популярной. По-настоящему популярной. Ну, хотя она, в принципе, уже получала награду на Бейонсе. Но такой популярной она стала только после обряда посвящения. Это правда. Это правда. Классно, что мы его все-таки оставили как обряд посвящения. Ну, хорошо, Уилл Смит, который тоже, типа, публично ударил Криса Рока на Оскаре, и потом взял Оскар. Его, типа, выгнали с Оскара. Ну, как бы, потом уже не сможет в них присутствовать. Не знаю про Уилла Смита, хотя, если честно, мне кажется, что мы слишком, как это, дегуманизируем, делаем селебрити не людьми. Знаешь, которые не имеют права сорваться, сделать какую-то тупость откровенную. А по факту, ну, они же люди, ну, мы постоянно делаем глупости. И вот, не знаю про Уилла Смита, хотя там была какая-то длиннейшая история, где он извинялся, никто ему не поверил. Надо было 98 дублей просто выложить. Если говорить про доджу, то побрилась она просто потому, что ей не нравилось. Она сама говорила о том, что ей не нравятся кудрявые волосы, ей неудобно. Более того, в одном из стримов она говорила, как ей красиво и классно, и волосы до сих пор, ну, как, не до сих пор, а волосы выглядят теперь особенно круто, и вообще она, типа, им гордится. Ну, и, типа, с париком удобнее носить. С париком удобнее во все эти, как раз, образы переодеваться, все классно, да, вообще. Между прочим, она на дне рождения на своем оголила грудь. О, боже мой! Где? Депутаты Российской Госдумы или как раз? Я покажу фотки. А это считается тоже частью инициации, да, и вот там есть фотографии на других обрядах, там, каких-то ретро-снимки, где, типа, так делали люди. Ну, Дженет Джексон на супербоуле Джастин Тимбердэк. Ну, ладно, там я допуст... Ну, хотя тоже. Ну, в смысле? Я вообще не понимаю, в чем. Очень публичное даже унижение. Я хотела сказать, допускаю, что это случайность, но она просто на своем дне рождения просто вот так вот открывает свой плащ, и потом идет в этих перьях резать торт с глазом. Я вообще угораю с того, что она просто фигачит все вот эти вот эксперименты, за которые потом огребает жестко, а инстасамка такая, о, это мне стиль. Это я добираю, делаю так же. Да. Может быть, есть все-таки какой-то порог нужности им? Здесь нужно дать побольше контекста. На самом деле, до этого самого дня рождения, после которого ее карьера пошла в гору, Доджа Кэт серьезно выгорела. Ей было очень тяжело. Она записала три альбома успешных. Она не смогла сделать дуэт-фит с Билли Алиш, была песня Билли Алиш, Билли Алиш, которую потом Билли Алиш сделала сама с собой, не с каким-то коллаборатором. И Доджа просто в какой-то момент решила, что в целом, возможно, ее карьера уже закончена, что ей это не надо, что она хочет все взять и бросить. Это когда она поменяла ник на «I quit», типа «я ухожу». И вот опять мы попадаем в ситуацию, в которой ты можешь сказать, или я могу сказать, ну, это, наверное, маркетинг. Ну, а что, прикольнее же, да? У тебя миллионы фанатов, ты такая «I quit». И все «О боже, она уходит». Ну, у меня, на самом деле, в прошлом году подружка сказала, что она больше никогда не будет стилистом, написала вот такой пост о том, как она уходит из профессии. Я прямо его читаю, думаю, тебе бы в отпуск на две недели, ну, ей-богу. Реально, она отдохнула через месяц, нормально херачит стилистом, все у нее хорошо. В целом, это очень жизненно, захотеть уйти из своей профессии, просто не обязательно сразу писать об этом пост. Ну, она так устроена, видишь, всю жизнь, с самого детства, она все делает онлайн, она все рассказывает. У нее случился приступ агрессии к фанатам, она вот вы, суки. Случился приступ агрессии к фанатам, о боже, вы самые лучшие. Я понимаю полностью, что она просто человек, просто она правда допускает очень странные вещи. Вот татуировка, которую она набила, вот это вот существо с ногтями, как у меня, вот это вот. Да, да. Ну, она же знала, что сейчас все начнут. У меня есть контраргумент. Во-первых, это не сатанинская татуировка. Это летучая мышь. Летучая мышь. Сама Доджи Кэт написала. Это летучая мышь? Да, ну, скелет летучей мыши, окей. Это летучая мышь. Летучие мыши обозначают смерть в значении перерождения. Перерождение? Ну, это не всегда иллюминати. Ты сейчас, это был контраргумент, вот это? Блин, не получилось. Ну, Доджи мне вообще не помогает абсолютно. Ну, с другой стороны, просто, ну, мое мнение такое. Ты можешь там увидеть масонов, иллюминати, сатану и так далее, а можешь увидеть, ну, символизм, ну да, перерождение. Представляешь, сколько у нее перерождение случилось, если она выпустила уже три альбома и находится в состоянии жестокого творческого кризиса. И как раз четвертый у нее с альтер-эго. А альтер-эго у нас просто так же тоже не появляется, да, Бейонсе Саша? Саша Фирс, помним. Мы помним, что Бейонсе до Саши Фирс была милой девушкой из группы. Ну, типа. Да, дальше у нас есть Леди Гага с Джо Калдероне. Это Ник Найт, ей сделал такой альтер-эго мужчину. А-а. Вот, дальше у нас есть Тейлор Свифт. А у нее кто? Катастрофе. У нее был клип Катастрофе, и был целый кампейн про такую вот женщину, которая позволяет себе гораздо больше. С одной стороны, это суперчеловеческое, а с другой стороны, это невероятно классный ход. Вот, вот у тебя есть, ну, твоя личность, а потом фанаты видят другую, более темную ее часть. Погоди! Да. Сейчас должен быть эффект застаренности. Должна резко картинка стать черно-белой. Когда картинка становится черно-белой, два варианта. Либо бэкстейдж блуперсы, а это не блуперсы, это удачный кадр, либо мы попали в прошлое. Девятнадцатый век. Девятнадцатый век. Никола Паганини. Тринадцать лет скрипач Никола Паганини. И его учитель не может его учить, потому что Никола Паганини учит его. Он так хорошо играет. И в этот момент появляются первые слухи о том, что Никола Паганини одержим дьяволом. Он по факту просто первый вундеркинд. Он не вундеркинд! Он одержим дьяволом, я сказал! Никола Паганини. Он растет, он продолжает быть гением. Его щеки впалые, он увлекается алкоголем, и он выглядит как живая смерть. После концерта в Вене один из зрителей говорит, что видел за спиной музыканта-дьявола, который водил рукой музыканта со смычком. С микрофоном сижу! Но мне кажется, это слегка кринж. А вы что думаете? 20-й век, 1930-е годы. Роберт Джонсон вроде бы как продал свою душу за мастерство играть на гитаре. Я согласна, что типа по сравнению с мировым господством и кучей денег, вот как сейчас, как-то кажется, что он продешевил. Тогда и дьявол другой был. Тогда был какой-то другой курс души к награде. Случилась инфляция. Сон Хаус, американский блюзмен, который знал Роберта лично, говорил, что Джонсон очень хотел играть на гитаре, но совершенно не умел. Все звуки, которые он издавал, только заставляли остальных просить его остановиться. И тут Роберт Джонсон пропал на пару месяцев, а когда вернулся, стал легендарным, гениальным гитаристом. Совпадение? Не думаю. Подожди, это еще не конец истории, потому что он по факту подтвердил эту теорию в своей песне «Cross the road», где он рассказывает, что он пришел на перекресток, упал на колени и там продал, собственно, душу. И даже типа нашли этот перекресток, на котором он продавал свою душу дьяволу. А потом он умер в 27 лет, как положено. В 80-е годы психиатр Лоуренс Паздер выпускает книгу «Мишель вспоминает». В этой книге он утверждает, что докопался до глубинных воспоминаний своей пациентки. В них она проходила обряд инициации. Ее держали в клетке. Психиатр утверждал, что во время церемоний съедали детей и тех, кто могли бы оставить какие-нибудь свидетельства и доказательства того, что это было. Мы всегда будем с фонариком говорить теперь. Я просто хотела уточнить, потому что у нас там еще много. Книга стала сенсацией, а психиатр стал специалистом по новому термину – ритуальный абьюз. Я обожаю, что он стал специалистом по термину, который он сам придумал. Типа покупать мой вебинар, потому что больше нет специалистов по этой теме, потому что я придумала его в тетверг. Ритуальный абьюз. Национальный Центр по жестокому обращению с детьми, а, как понимаешь, все вокруг детей. Потому что это были режества приношения детей и так далее. Так вот, Национальный Центр по жестокому обращению с детьми провел исследование 12 тысяч обвинений в ритуальном абьюзе под руководством психолога Калифорнийского университета Гейла Гудмана. Не ритуальный абьюз был под руководством психолога, а именно это исследование. Так вот, среди 12 тысяч обвинений в ритуальном или религиозном насилии не было никаких доказательств существования хорошо организованного станинского культа, передаваемого из поколения в поколение. Плохо организовано все было. Плохо организовано вообще. Блин, вообще реально таканчики пластиковые. Что это за организация такая? Но при этом были убедительные доказательства того, что преступники-одиночки или пары заявляли, что они связаны с сатаной или использовали это утверждение для запугивания жертв. Короче, отбитые люди просто говорили. Я, кстати, тут мне сатана сказал. Но звезды, как я уже сказала тебе и что меня раздражает, они подливают масло в этот огонь постоянно. Боб Дилан в 2004 году в своем интервью он сказал, что он не может уйти из карьеры, потому что он когда-то там давно заключил сделку с дьяволом. Бейонсе и Джей-Зи. Джей-Зи вообще с самого начала обвиняют в том, что он иллюминат. И он же еще все время показывает этот треугольник, который типа символ его лейбла, чтобы его все время показывать. Ну так, а вопрос, а почему у тебя символ лейбла тогда такой, чтобы ты его всегда показывал? Я так скажу, представь себе, если бы символ лейбла был квадрат, например. Ну это не квадрат, это прямоугольник. Ну это сложнее, я согласна. Мне так суперудобно. Пусть теперь меня назовут иллюминатия. Ты вообще хотел быть в иллюминате? Я наконец-то встретил человека, который предложил мне вступить в иллюминатию. Ну вообще про Бейонсе и про Джей-Зи я снимала много лет назад видос про то, насколько они там реально имеют отношение к сатане. Оно сейчас, возможно, даже где-то здесь всплывет, как подсказка. И там до сих пор очень много комментариев появляется у новых, то есть эта тема не сбавляется. И там такие комментарии, в которых люди серьезно... Ну я начинаю сомневаться в своей осознанности, потому что они пишут, открой глаза, ты правда думаешь, что может быть столько случайностей, столько совпадений, что все просто по приколу используют одни и те же символы? Ну вот просто такой хайп. Очень модная сейчас эстетика дарка, дарк эстетик. Причем не как раньше в какой-нибудь субкультуре, там субкультуре готов или там метал-группы или эмо и так далее, а именно очень-очень модной стала эстетика дарк эстетик в чем-то очень милом на первый взгляд. Помнишь, Билли Алиш тоже с этим экспериментировала? Да, много. При этом, если посмотреть на жизнь Билли Алиш, какая у нее классная семья, как они с братом делают эти песни, что вообще один из главных референсов для Билли Алиш в музыке – это группа The Beatles. Очень сложно сказать, о боже, она сатанистка, потому что это просто мода. Ты знаешь, я вот пытаюсь понять, есть ли в этом какой-то вообще ответ. Мне тоже кажется, что тут как с религиями, наверное, ты сам решаешь, как ты это видишь. Окей, да. Потому что разным людям подходят совершенно разные системы координат, и мне не нужна система координат, в которой мне нужно опираться на магическое. Мне не нужна система координат, в которой Doja Cat продала душу сатанистам и иллюминатам. В моей системе координат Doja Cat очень талантливо жонглирует символами и образами. Да, но копаться в этой тематике мне интересно, потому что каждый раз это очень двусмысленно, очень загадочно. Поэтому копаться в этом я хочу. При этом отрицать это имею право. Но разбираться в этом мне интересно. И, конечно, очень интересно, что думаете вы. Это просто слоган Декодеров. Разбираться я хочу, отрицать имею право. Слушай, ну мне кажется, пора переходить к альбому Скарлетт. Почему? Моляю. Потому что ты его шесть раз послушал за сегодняшний день. Во-первых, это только за сегодняшний день. А во-вторых, потому что Doja Cat, увидев, что люди всерьез считают ее какой-то демоницей. Демоницей, говорят так? Да. Она такая, ну окей, я демоницей тогда. И она сделала альбом, который очень круто музыкально устроен. И с точки зрения образов, символов всего, что мы сегодня с тобой обсуждали, это прям мега круто. Итак, в этом году Doja Cat выпускает свой четвертый альбом «Скарлетт». «Скарлетт» переводится как «Алый». Весь альбом вдохновлен вот этой вот демонической, дьяволической эстетикой. И он, наверное, навел максимального шороху из всего, что делала когда-либо Doja Cat. Ну, а максимально сменил эстетику, знаешь, типа, потому что, если посмотреть на обложку даже альбома, то обложка альбома «Скарлетт» — это два паука с жемчужными. А до этого все обложки были типа «Классная девчонка». Да, это правда. Ну и вот, собственно, «Скарлетт» теперь, это ее альтер-эго. Вот эта вот девочка в красном, которая иногда появляется в клипах, как будто бы с нее всю кожу сняли, она вся в крови. Да, кстати, вот этот образ, образ «Скарлетт», такой кровавой девушки, это отсылка к легендарной книге Стивена Кинга Кэрри и фильму Кэрри, где вот такая вот девушка вся в крови мстит своим обидчикам. А сейчас мы смотрим клип «Paint the town red», который наполнен сатанинскими всеми этими иллюминатскими как раз символами. Хочется за них пояснить, что у нас вначале происходит. Вначале мы видим мета-отсылочку, потому что это играет пластинка, сэмпл, собственно, на котором стоит вся песня. Прикольно. Но еще, я поставлю на паузу пока, тут две вещи. Первая – это, безусловно, ну, масонский символ, глаз, значит, в свитче ока, это око есть на долларе и везде, и так далее. Вторая мысль, которая мне нравится, это то, что, по сути, Доджи достает свой глаз, вытаскивает его и кидает нам, чтобы мы посмотрели, как она себя чувствует и как она видит все. А-а-а, а я думала, что это антихрист, он же там, типа, по Библии слеп на один глаз. Но он слеп на правый глаз, а она достает левый. В Библии вообще сказано, что иметь один глаз – это не страшно, что лучше быть с одним глазом, но хорошим человеком, чем с двумя и грешником. Все так, погнали дальше смотреть? Да. Так, что мы дальше видим? Дальше мы видим Доджу. Как красиво! Очень классно, и в таком классическом арэнбишном своем стильке, который на самом деле похож на то, какой она была до… Да, самое начало ее. До перехода, ну, в смысле, до изменений. Дальше она стоит верхом на голове дьявола, демона огромного зеленого. Это те рисунки, которые она рисовала на стримах. Это те рисунки, которые она рисовала на стримах, которые она подписала именно своим именем. То самое имя, которое не стоит говорить, если ты ее фанат, а она, конечно, сама может. И здесь есть много разных интерпретаций. Но одна из интерпретаций, конечно, классическая… Шрек. Шрек с рогами. Но нет, классическая интерпретация, что, по сути… Любая популярность, такого рода власть, деньги, успех – это ты на дьяволе, или тебя тащат дьявол и так далее. Значит, она читает, все классно, и дальше происходит вот что. Вот она опять с этими анархиями… Это Пентакли, это не анархия. Это на самом деле тоже символы успеха классические. Она часто дает какие-то образы из карт Таро, а Пентакли – это вот такая вот масть, которая связана с финансовым и, там, не знаю, успехом, короче, в мир, в миру. Ну, типа бабки. Так, значит, что дальше мы видим? Мой любимый кадр вообще. У тебя есть, что здесь сказать? У меня… Я расскажу про смерть. Потому что это тоже смерть, смерть в колоде карт Таро. Почему я говорю на самом деле? Потому что Доджи не первый раз использует эти символы. в том же клипе с The Weekend. Она использовала точно так же символы Тарошная. Что здесь прикольно? Здесь мы видим смерть и две вещи. Первое, что, ну, смерть на самом деле не означает буквально смерть в Таро. Это как раз… Иглоукалывание вот это, я помню. Трансформа, да, иглоукалывание. Овны, что-то убьет вас на повал. Может, это, правда, иглотерапия какая-то или массаж? Второе, что мне здесь нравится, это то, что клип выходит, когда ей еще не исполнилось 28. И в отличие от всех тех самых артистов, которые умерли в 27, она в 27 тусуется со смертью и пофиг. God damn. Вот. Классический образ вавилонской блудницы, такой многозначный. Вавилонская блудница, если вкратце, это такой символ мирской жизни. Ну, вот когда Вавилон выстроились, типа, до неба. Потому что Вавилон сам был как блудница. Посягнули на то, чтобы быть, типа, так же высоко, как Бог. И вот вавилонская блудница, это такой символ вот этой вот гордыни, грязи, мирской жизни и типа... Ну, наверное, еще хочется сказать, что сегодня часто используют библейские символы, такие как, ну, символы и образы, типа, как Мария Магдалена или Вавилонская блудница, переизобретая или перепридумывая женский образ, который был в Ветхом Завете. Ну, и вообще в Библии. Ну, типа, потому что... Понятно, что раньше женщина — это грех. Там не оборачивайся, превратишься в соляной столб и так далее. Но она сейчас принимает это на себя. Она может ей стать, ей ничего не будет. И мы видим Скарлетт. Ой, да, вот это обожаю. Да, это очень красиво. Ну, это вот прям та самая отсылка Керри. Что мы здесь видим? Мы здесь видим двух демонов. Один демон, значит, с обрубленным рогом. Она демонится. И видим плод на пуповине. Это буквально плод. Да, там эмбрион, это не глаз. Мы здесь видим традиционную патриархальную семью. Почему это важно? Потому что это такой, знаешь, традиционный американский сюжет. Ты часто увидишь портреты такие и фотографии, такие в американской традиции. Что такое Paint the Town Red? Да, Paint the Town Red, ну, это ты, на самом деле, должна рассказать. Да, мы про это не раз рассказывали. Это была какая-то история про группу ребят, которые напились и разрисовали город реально красной краской. И поэтому это стало таким поговоркой в английском языке. Такой синоним куража, несмотря ни на что. И типа, to paint the town red, это вот пойти и просто расхерачить все, веселиться и куролесить. И Dodja позволяет себе веселиться и куролесить. И мне очень нравится, что она показывает, что, по сути, Paint the Town Red, это как бы интертеймент. Чисто вот ты рассказываешь, это как чисто интертеймент. Но звучит жутко, да? Ну, потому что есть еще мафиозное вот это вот словосочетание, to paint the wall red, например, что типа, раскрасить что-то красным, как бы, понятно, кровь. Да, и эту двузначность она здесь сохраняет. Но вообще эта песня про что? Эта песня ровно рефлексия на то, как к ней относятся, как относятся к тому, что она делает. Да, здесь очень классный сэмпл. Ну, по сути, вся песня основана на одном кусочке из песни. На сэмпле из Walk on by Dion Warwick. Ну, по сути, Walk on by это что? Проходи мимо. Ну да. Проходи, проходи, все. Если не хочешь слушать меня, если не любишь меня, если ненавидишь, если не понимаешь, проходи мимо. Я бы предпочту быть знаменитой. Да, 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 да. А, вот! Она сейчас здесь кидает мясо. И вот это мне хотелось с тобой обсудить, потому что это крутой символ того, что она как будто бы кормит зрителя. Да, но знаешь, что смешно? Ты это говоришь, и я абсолютно с тобой согласен. Это про то, что она кормит нас, да, вот этими своими стантами, какими-то трюками, каким-то маркетингом. Но это воспринимают на всяких там сайтах еще и как то, что она кормит сатану. Что она кормит the beast. Потому что the beast — это зритель. Это зритель, которому она продала свою душу ради денег и танцует, продолжает танцевать с этим дьяволом, как Кэша, понимаешь? Потому что она не может уйти из этого контракта. Вот здесь вот она забирает обратно свой глаз. Понятно, что, опять же, говорят про иллюминати и все такое прочее, но мне здесь нравится другое. Ты когда видишь, как она этот глаз обратно вставляет, ты видишь, как ей больно. То, что она на самом деле делится тем, что она делает своими эмоциями, чувствами и все такое прочее, ну и это очень тяжело. Это болезненный процесс. Ну, как бы это насилие над собой. И Скарльджи появляется и в других ее сейчас проектах. Например, там в Attention клипе, который снимала Таню Муиньо. Да, да, да. И гениальная украинская режиссерка, которая уже снимала вообще всем. Реально у нее просто невероятный список. И все клипы офигенные. Просто поищите, вы офигенны. И Tension суперкрутой, где она поет как раз про то, что вам просто мое внимание нужно. Я хочу делать, как я люблю. И она перешла в рэп окончательно из попсы. И вот самое классное, что она сделала, мне кажется, сейчас, то, что она создала в этом очень яркий, но цельный образ. И даже вот эти ее короткие волосы ей в этом сильно помогли, потому что таких больше нет. Это правда. И, наверное, еще интересно, что Скарлетт — это первый альбом, который мне интересно слушать и музыкально, и с точки зрения истории. То есть это буквально альбом, который ты слушаешь подряд, песни. А я до сих пор слушаю альбомами. И ты понимаешь, что там вообще происходит, что тебе за историю рассказывают. И потрясающе мило, что ближе к концу там есть песня Love Life, где она перечисляет, что она очень любит свою жизнь, она любит, когда мама ей готовит, она любит, когда фанатам нравится ее изменение. И потому что так мы меняем игру. И вообще мне так нравится моя жизнь. Блин, мне так нравится моя жизнь. Мне так нравится, когда все нормально. И мне кажется, что это самый честный альбом. Безусловно, самый концептуальный. И при этом с очень крутой музыкой. Мы очень... Ну, мы редко говорим про музыку, но здесь есть все. Здесь есть бум-бэп, здесь есть трип-хоп, здесь есть джаз, офигенные сэмплы, все такое прочее. Оно все там внутри. И это, конечно, тоже прикольно. То есть этот альбом классно слушать. Даже если вы не любите Doja Cat, даже если вы думаете, что это мем-артистка, вот это прям крутейший, сложный, интересный альбом. Получается, что она как бы как артист, как музыкант, ну, доказала себя. И она очень круто себя доказывает, как медиаперсонаж. Потому что она научилась жестко, классно появляться. Это правда. И я хочу обсудить ее луки. Давай. У меня нормально рожки? Супер рожки. Мы выглядим, как порно-пародия на этих... Флинстоунов. Боже, история игрушек. Да-да-да. Во-первых, конечно, Скиапарелли появление в этом году. Это была неделя моды. И там прям вот было два подряд гениальных выхода. Первый день. Она выходит в этом вот красном обличье. И там 3000 кристаллов, которые она 6 часов клеила. Ей делала визажистка Пэт Магретт. Она просто топовейшая визажистка в мире. Это очень круто. Это крутейший. И это как бы арт-пис. Да-да-да, конечно. При этом она болела. У нее был стомак бага. Она это назвала. Я не знаю, как это... Желудочный жук. Болей, подожди. О май гад. Песня Билли Алиш. Которую она так и не спела. Ну, типа, короче, какая-то кишечная инфекция у нее была. Ей было очень плохо. Я люблю делать это. Однако, у меня был стомак бага. И мой стомак загружался. И это стало более сильнее и более сильнее, когда шоу произошло. И я помню, когда они были укреплены кристаллы, я была в прожекте, вопротивая везде. И плачет. Это было как вновь. И я отколупывала эти стразы, блевала и плакала. Это как будто бы не вышедший клип Doja Cat. При этом это произвело полный фурор. Она, правда, ну просто сама по себе арт-пис в этот момент была. И в этом была конспираси-теория. Потому что этот костюм был вдохновлен Адам Данте, как и коллекция с Киапарелли. Потому что там же были вот эти вот головы. Леопард, лев и волчица олицетворяют похоть, гордость и алчность. По Данте Альгере божественной комедии. Понял? И само шоу с Киапарелли тогда было вдохновлено частью про ад божественной комедии Данте. Можно я только скажу? Мне кажется, шоу было гораздо более блеклом по сравнению с костюмом Доджи Кэт. Ну ладно, ты вспомни вот эти вот львов. Выглядело как будто бы кто-то пришел в детский мир и такой я хочу. Нет, ты представляешь, они же создавали, это же все искусственно создано, и там вот это вот невероятное сложно. Просто неестественно, я бы не хотел, чтобы они шли живыми. Я бы тоже. Ну короче, вот леопард, лев и волчица олицетворяют похоть, горд и алчность из Данте. И приходит, значит, Доджи Кэт Скайли Дженнер, которая в этот момент сидит в шкуре льва. Кайф. И потом она делает прямой эфир и начинает читать комментарии. И ей там начинают писать, блин, в этом луке, конечно, не хватило ресниц, а где ресницы, а что по ресницам? И она такая, вы шутите? Ну типа, Пэт Магретт мне делала шесть часов вот это вот все. Вам не хватило ресниц, правда? И она на следующий день идет на шоу Гальяна и приклеивает ресницы в качестве усов, в качестве бровей, типа везде, кроме того места, где их ожидали видеть. Это потрясающий рофл. А, а еще прикольно, что, ну понятно, просто про кошку на Мэтт Галла как бы уже не... Не так интересно. Что уже расскажешь, да. Тоже был очень сложный, естественно, костюм. И, короче, прикольно еще было с Виктория Сикрет, потому что они же сейчас делали ребрендинг, которого никто не заметил. Есть ощущение? У них недавно было Виктория Сикрет шоу. Кто-то его смотрел? Короче, 26 сентября было шоу Виктория Сикрет. Раньше я вот так вот около экрана сидела в прямом эфире. Но, в общем, они его сделали. И Doja Cat там выступала, и они ее взяли как бы амбассадором. И перед вечеринкой, перед вот этим вот всем шоу была вечеринка, на которой они ее одели в платье комбинацию черную с такими, типа, стрингами сзади. И она просто выкладывает сторис, которые она потом удалила. Типа, я в шоке от этого платья. Блин. Просто у меня все сиськи сползли, у меня жопа разрезана как сыр чеддер. Как можно делать? Я никогда не думала, что меня так заабьюзит кусок ткани. И это как бы Виктория Сикрет, для которых она как бы должна петь потом. Но, ты знаешь, вышло шоу, ничего не мешало ей совершенно выступать там. Она была в очень красивом бежевом таком плаще латексном, вся в пирсинге, типа. И очень классный, новый для Виктории Сикрет образ. Они же хотели поменять позиционирование. Видишь, это как раз то, о чем мы говорим. Если уж этот дьявол тебя не отпускает, единственное, что можешь сделать, это насмехаться над ним. Был еще классный прикол с Твиттером. Короче, она все время меняет там ник. Да-да-да. I quit. Да, I quit. И у нее в какой-то момент был ник Christmas. Ну, потому что, типа, новогоднее настроение было. А в этот момент Илон Маск становится директором Твиттера и запрещает менять ники так часто. Она зависает с ником Christmas, типа. Теперь я Christmas навсегда. Это елка вот эта вот в мае, знаешь, которая стоит не вынесена. И она написала, что типа, Йоу, Илон Маск, давай как-то что-то там решим, потому что я хочу поменять свой ник. И он сказал, что он сделает для нее исключение. Она только вот сейчас может поменять значит ник. И она поменяла его на фарт. Мне кажется, что мы много говорили сегодня про символы и образы, которым сотни лет. Ну, типа, знаешь, там, Сатана, Иллюминати, треугольники, глаза. Но по факту мне еще нравится, что Доджа использует интернет как тоже часть фольклора. По факту все, что у нее в альбоме есть, это песни или строчки, которые вдохновлены твитами просто. Народное творчество? Да, народное творчество, ее творчество. А она фольклорная певица, что ли, получается? Получается так. Если считать мемы современным фольклором, то Доджа Кэт фольклорная певица. Так сатанистка или п***истка? Мне кажется, что она вообще не п***истка. Мне кажется, она мега тревожная, очень запаренная про себя, но при этом у нее очень много искренности, знаешь, и она, ну, по сути, она сублимирует весь этот негатив и все свои загоны в творчество, но и загоны, они действительно принимают такие формы в целом. Но это не ангелочки с крыльями, это может быть демон какой-то. Да, наверное, конечно, мне просто вообще сложно с агрессией работать, со своей даже, поэтому, когда я вижу человека, который орет на своих фанатов, мне хочется сказать, блин, вот я вчера была на концерте Сироткина, у него такой классный фан-клуб, они принесли вот такие вот распечатанные к тигриков и вот так вот листочками делали, чтобы он вышел на бис и спел песни тигры в темных очках, потом они там все бегали, друг с другом фоткались. Думаешь, у Сироткина нет темной стороны? Хочу, хочу про этот выпуск. Ну, короче, просто в моем идеальном мире мне, конечно, хочется, чтобы все люди были добрые и все друг к другу относились хорошо, но я понимаю, через что она проходит, точнее, я даже не могу себе представить, через что она проходит и какой уровень агрессии это может вызвать в ней и, наверное, она заслужила ее проявить. Если мы принимаем, что она не принимает там участие ни в каких оккультных вот этих вот жертвоприношениях и вот это вот все, да, мы как бы приняли это и тогда я могу сказать следующее. Круто, что она своим творчеством расширяет границы возможного, как когда-то было с Леди Гагой и это дает нам возможность чуть спокойнее относиться к себе, чуть попроще, чуть уметь пошутить над собой, иметь возможность закрасить себе брови на какую-нибудь съемку, нарисовать корову на своей голове и это как бы такое творчество заразительное, которое идет дальше и другие люди могут стать частью своих мемов и немножечко как-то поярче, поприкольнее провести время. Стать частью своих мемов. Моя задача в ближайшие годы. Ну, и очень интересно, вот в этом выпуске вообще жестко интересно обсудить это все с вами. У нас есть два варианта, как это сделать. Во-первых, в комментариях сто процентов уже замес, и там друг с другом вот эти вот все анархисты и атеисты спорят, но мы еще сделали телеграм-канал The Coders, который стал нашей отдушиной, и когда у нас есть какая-то мысль, которую нам срочно нужно рассказать, и она не входит ни в какой выпуск, мы рассказываем это все там, и там потрясающая комьюнити, которая собралась из ребят, которые смотрели The Coders, очень смешной чат, у них уже есть конституция, куча каких-то хэштегов, мемов, приколов, уже... Расписание выхода фанфиков. Да, каждый вечер там фанфик про каких-нибудь супер внезапных персонажей. Цезарь с Мадонной, по-моему, был последний раз. Ну, Человек-паук с колобком один из моих любимых вариантов. Гарри Сталс и Пугачева. Тоже неплохо. Ельцин и Тейлор Свифт в машине времени. Короче, мы очень ждем вас в Телеграм-канале, потому что это просто супер-классное продолжение разговора здесь. Ставим ссылку в описании. Интересно, это считается реклама? Мне нужно какой-то токен получать на это. Я хочу поблагодарить огромную команду, которая работала над этим выпуском, потому что наша команда становится все крупнее и крупнее, сценарий все плотнее и плотнее. И пока идут титры, мы прощаемся с вами. С вами были Даня Трабун и Таня Старикова и шоу Декодерс. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok